Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В эти весенние дни приятно наблюдать, как пробуждается жизнь в природе. Аромат благоухающей листвы вызывает легкое головокружение, пение птиц услаждает слух и хочется петь и славить творца за все чудеса его. Как прекрасно все то, что твое! Мне повсюду твой слышится голос, ветром в листях звенит и поет, в сердце шепчет, как зреющий голос. Эти горы, покрытые мком, эти волны, покрытые белой, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, это ты! Я с тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты! Я с тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом. В детском зоре, что светел и чист, и в цветущих на поле ромашках. Это ты нам даруешь друзей, это ты научил нас трудиться, потому я хочу все сильнее, и все чаще усердней молиться. Боже мой, это ты, это ты! Я с тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это ты, это ты! Я с тобою повсюду встречаюсь, как дорву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Весенний мотив присутствует и в проповеди Ярла Николаевича Пести. Открой уста свои. Итак, я уступаю микрофон Ярлу Николаевичу. Наверное, вам, как и мне, приходилось не раз в весеннее время прогуливаться по лесу, наслаждаться лесным воздухом и слушать прекрасную музыку природы. Но вдруг я слышу пронзительные, неистовые крики лесных птах. Любопытство заставляет меня остановиться и узнать, в чем дело, что случилось. В ветвях дерево, гнездо, из которого торчали открытые ротики, только что вылупившихся птенцов. Они кричали, ожидая мать, которая носила обед, поочередно каждому, то червячка, то букашку, и крик птенцов усиливался, когда они видели приближающуюся мамашу. Мне кажется, что у псалмопевца Асафа представлена подобная картина, когда он написал эти слова в 80-м псалме. «Открой уста твои, и я наполню их». Библия очень часто передает свои истины прообразно, беря примеры из природы. Сколько сказано в этом примере для каждого из нас? В другом псалме автор сравнивает Бога с птицей и говорит «Перьями своими Бог осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». И вот Бог в этом псалме, сравнивая себя с птицей, обращается к нам, как к своим птенцам, и говорит «Открой широко уста твои, и я наполню их». Так написано в поднике «Открой широко». Птица-мать, стараясь добыть пищу, дает ее своим птенцам по очереди. Она ограничена и потому должна сильно трудиться в добывании пищи. Но наш Бог таких ограничений не знает. «Каждому, который откроет свои уста, он наполняет, сколько бы их не было и как бы не была велика нужда. Нам нужно только открыть и при том широко, а он дает гарантию, что наполнит». Как апостол Павел пишет «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как же нам практически понять эти слова «Открой широко уста твои, и я наполню их». Возьмем пример из жизни птиц. Что заставляет этих птенцов широко открывать ротики и кричать? Нужда. Ощущение голода. И вдобавок их крик и писк говорит матери, что нужда крайняя. Дай нам кушать, мы не можем терпеть голод. Это говорит нам об усиленной молитве, молитве, которая доходит до слуха Бога, и он на такую молитву обещает ответить. Бог нам велит открыть уста наши и при том широко, а затем он обещает, что наполнит их. Но для того, чтобы открыть свои уста, необходимо признать и ощутить нужду. Молитва, которая не основана на нужде, не молитва, а пустословие. Человек молится. Я говорю о настоящей молитве, потому что нужда его заставляет. Иначе молитва невозможна. Желание молиться появляется в чувстве нужды. На такую молитву Бог обещал ответить. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты не ощущаешь никакой нужды, тогда и не мудрено, что нет и желания молиться. Не может быть, чтобы у тебя не было нужды. Первая и самая крайняя нужда каждого человека, без исключения, это спасение своей бессмертной души. Чувствуешь ли ты ее или нет? Она есть. Опасность не определяется нашими чувствами или нашим незнанием о ней. Представим себе такую картину. Человек сидит спокойно в своем удобном кресле и читает книгу. Но не знает, что через пару минут нарушится его мир и покой. Его дом весь вечер стерегли воры. Сейчас они войдут, его ограбят, его жизнь вдруг повиснет на волоске. Один шаг, и мы в вечности. Если Христос не является твоим спасителем, то вечная участь твоя в аду. Поэтому проси, чтобы Господь тебе показал твою нужду. И тогда молись, как ты раньше никогда не молился. Открой уста твои широко, и Господь наполнит их. Тогда ты поймешь, что переживал псалмопевец, когда он взывал и говорил Богу, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Проси Господа, чтобы он дал тебе такую жажду о нем, и чтобы он стал твоим спасителем и Господом. Тот, кто вяло и бесстрастно молится, тот фактически просит себе отказ. Бог не может ответить на такую молитву. Заметьте, что Христос начинает свое земное служение, говоря, «Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Милый друг, у тебя тоже нужда, большая нужда. Открой широко свои уста, и Господь их наполнит. Не бойся просить много, ибо Бог любит, когда мы много просим у Него. Он щедр, Он хочет исполнить тебя своими благами. «Призови меня, — говорит Господь, — в день скорби, в день нужды, в день отчаяния, и я избавлю тебя». Мой друг, прими это слово, оно для тебя. Господи, я вступаю к Тебе, Господи, Ты один лишь помощник в борьбе, Прибудь же со мной, о Боже, благой, Меня охраняй на пути, Своей умогучей рукой. «Прибудь же со мной, о Боже, благой, Меня охраняй на пути, Своей умогучей рукой». Господи, сколько горя вокруг, Господи, Ты один лишь надежный мой друг, Сердечной мольбе, Свою к тебе, И тайну из сердца тоску, Тебе одному приношу. Наша программа подошла к концу. Мы будем рады Вашим письмам. Пишите нам по адресу. Москва, 125 047, абонентный ящик 141, русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит Вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok